Здравствуйте! С вами программа «Добро пожаловаться». Граждане, которые когда-либо обращались в суд, знают, что выиграть процесс – это только половина успеха. Вторая половина успеха принадлежит исполнению решений суда. Проблемы исполнительного производства – тема нашей сегодняшней программы. История мошенничества, о которой мы вам не раз рассказывали, длится на протяжении нескольких лет, и окончание этой истории не видно даже за горизонтом. Туристическое агентство Ирины Нурматовой, более известное в сети под псевдонимом «Ирина-3-6», обмануло более десятка человек на несколько миллионов рублей. Два года назад Татьяна Новоселова, решив отправиться в долгожданный отпуск, приобрела путевки в турфирме «Айрена Турс». Время отпуска приближалось, а дата отъезда не назначалась. Какие-то отговорки пошли. То события в Египте, то Министерство иностранных дел не советует, то фирма что-то, турагентство, наверное, не турагентство, а туроператор что-то не может предоставить, какие-то документы. Хотя я заходила на сайт Министерства иностранных дел, и, в принципе, было все спокойно в это время. Я вот тут уже как бы почувствовала, что что-то тут не ладно. Оказалось, что пострадали от туристической деятельности Ирины Нурматовой несколько десятков человек. Со своими клиентами руководитель турфирмы работала по одной и той же схеме. Она мне накануне позвонила и сказала, что мне виза была отказана. А через день буквально позвонил следователь и сказал, что она аферистка. И потом, соответственно, она просто аннулировала эти туры, якобы по причине, по желанию клиента, а деньги забирала себе. Как вы уже смогли догадаться, все обещания оказались пустым звуком. Два года пострадавшие не могли добиться от правоохранительных органов возбуждения уголовного дела. Но общими усилиями все же удалось довести мошенницу до суда. Я хочу еще раз попросить прощения у всех потерпевших. Свою дно я признала полностью, полностью раскаиваюсь. Прошу честь, что у меня беременность сейчас практически 6 месяцев. Тяжело переношу ее. Плюсом мое состояние здоровья. Из-за хронических заболеваний. И также у меня на иждивение маленький ребенок. Прошу свою честь. Обязуюсь возмещать, подчеркнувшим, денежные суммы. 8 преступлений, 9 эпизодов. И вот долгожданный приговор. 5 лет. Условно. С испытательным сроком 3 года и обязанностью возместить ущерб. По словам пострадавших, испытательный срок проходит несколько странно. Деньги не возвращаются от усужденной ни слуху, ни духу. Год прошел. Никаких денег, ничего. Просто она должна и все. А денег у нее нет. На ней. Только старая машина, которую она слезно просила не трогать. Что ей надо работать. Как-то зарабатывать на жизнь. А так у нее... Связаться с осужденной Ириной Нурматовой до сих пор не представляется возможным. Ни по одному из указанных адресов она не проживает. Судебные приставы объявили гражданку Нурматову в розыск. В результате проведенной проверки движимого и недвижимого имущества за должником не значится. По адресу регистрации должник не проживает. С целью исполнения решения суда судебным приставом и исполнителем вынесено постановление о розыске гражданки. Мы обратились в уголовно-исполнительную инспекцию с целью узнать, исполняется ли решение суда и куда пропала осужденная. Осужденная, уклоняющаяся от возмещения и ущерба, может быть подвергнута отмене условного осуждения и направленному месту лишения свободы за злостное уклонение от возмещения и ущерба. Но на сегодняшний день пока этих оснований у нас не имеется. Она стоит на учете с апреля 2016 года, куда была поставлена в связи со сменой места жительства. До этого она проживала на территории Московского района города Нижнего Новгорода. И вот в течение апреля, мая и июня 2016 года одной из потерпевших она уже возместила ущерб в размере 7 тысяч рублей. Понятно, что эта сумма абсолютно несоизмерима с той суммой всего причиненного ущерба гражданам. Но на сегодняшний день гражданка нигде не работает, в связи с тем, что у нее на иждивении находятся двое несовершеннолетних детей, один из которых родился буквально в течение последних двух месяцев. Поэтому мы продолжаем контролировать наличие у осужденной дохода. Выплачивать украденные деньги мошенница Ирина Нурматова сможет только тогда, когда закончится ее отпуск по уходу за ребенком, и она, наконец, устроится на работу. Если, конечно, не решит рожать раз в три года. Судебные решения Об исполнении судебных решений мы разговариваем сегодня с главным судебным приставом Нижегородской области Игорем Юрьевичем Корсаковым. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы говорим сейчас о принудительном исполнении судебного решения. То есть не все судебные решения могут в принудительном порядке исполниться. Да, потому что большое количество исполняется добровольно, не доходит до стадии принудительного исполнения. И что в данной проблеме принудительного исполнения решения зависит от судебных приставов? От судебных приставов зависит, конечно же, прежде всего, принятие того комплекса мер, который сегодня он наделен, для того, чтобы заставить должника заплатить. Потому что мы, в отличие от всех других, кто занимается, и коллекторами, и так далее, мы работаем в рамках федерального закона об исполнительном производстве. Ведь задача службы судебных приставов в сегодняшний момент это выявить то имущество, которое у должника имеется. Прежде всего, это по учетам тех регистрирующих структур, которые его ведут. Это ГИБДД, Росреестр, ГИМС, технодзор и так далее. Банки те же самые, держатели реста ценных бумаг. Выявить это имущество, арестовать его. Вы должны. Мы должны. Если должник не исполняет это решение, мы его изымаем, оцениваем и передаем на реализацию. А вот вы приходите, а нет имущества. Переписал человек. Вы можете сказать, верните имущество? Здесь есть, конечно, механизм признания сделок недействительными. Сделки бывают мнимые. Но процедура крайне сложная. Крайне сложная, потому что здесь необходимо, опять-таки, тому же ИСУ, который обращался в суд, а взыскание долго обращаться в суд, признание сделки недействительной, потому что мы не сторона по делу. Но такие примеры есть. Вот, например, последний случай у нас был по автозаводскому районному отделу. Достаточно дорогая машина, Land Cruiser. Мы установили, что она была переоформлена на близкого родственника, который был пенсионером и не имел водительских прав. Но также на этой машине ездил наш должник. Он платил транспортный налог. Он же ее и страховал в страховой компании. Он и платил штрафы, которые были выявлены центрами автофиксации этих штрафов. Естественно, ИСУ вышел в суд, и суд признал сделку недействительной. Машину вернули должнику, и, соответственно, долг заплатил. Но это бывает крайне редко, и это крайне сложно доказывать. Поэтому основная задача граждан, организаций своевременно обратиться в суд, вынести решение и предъявить лист к нам. Дабы потом не быть в такой ситуации, когда мы приходим, а имущества действительно не имеется. У нас есть должники, которые сегодня ведут достаточно красивый образ жизни, отдыхают за рубежом, ездят на хороших машинах, имеют яхты, но до юра ничего не имеют. И вот для этого сейчас и введен механизм ограничения специальных прав должника, таких как ограничение права на выезд за границу. Мы знаем, оно уже давно есть. И буквально с этого года, с 15 января текущего года, введено новое новеллое законодательства, когда мы можем ограничивать действия специальных прав. К примеру, на управление транспортным средством, на управлению яхтой, на управлению вертолетом, на управлении какими-то снегоходами. Ведь понятно, что сегодня, если должник переоформил имущество на третье лицо, но он же продолжает ездить на той яхте, которую купил. Он себе ее купил. А мы сегодня ограничим ему действия прав на право управления этой яхтой. Мы его поймаем вместе с ГИМСом, и последствия уже будут совершенно другие. Вот для этого существуют... Ведь как, должники тоже не в процессе своей жизни, в процессе того, как мы работаем, пытаются придумать новые схемы ухода от взыскания. Но мы тоже не сидим на месте. Поэтому мы тоже берем соответствующий опыт зарубежных стран, что, кстати, очень успешно используется сегодня в России. А какие? Какой вот это страны? А вот, например, ограничение действия этих специальных прав. Мы более шести лет добивались решения этого вопроса, для того, чтобы был изгнен соответствующий закон, позволяющий нам эту работу проводить. Главная проблема исполнительного производства – взыскание денег с должников. А главная проблема взыскания денег с должников – это способности самих должников, которые просачиваются сквозь службу судебных приставов, как вода сквозь пальцы. Может быть, уходить от закона не так уж сложно? И тут дело не только в должниках, но и в мощности работы судебных приставов. Лидия Захаровна Веселова уже давно получает пенсию. А тут спохватилась, что не учли ей в стаже трудовые дни в «Кафе Плёс», в котором Лидия Захаровна работала в далёкие 80-е годы прошлого столетия. Благо, кафе это ещё существовало и находилось в Сёрмовском районе. Направилась туда Лидия Захаровна, чтобы справку попросить. Я прошу, чтобы выдали справку о данном плате, чтобы я получала реальную нормальную пенсию. Руководство «Кафе» в выдаче справки отказало, и Лидия Захаровна обратилась в суд. Суд встал на защиту интересов Лидии Захаровны, и судебное решение было передано приставам для исполнения. Вот, уважаемая Лидия Захаровна, уже мне пишут, уважаемая Лидия Захаровна, вот, с учётом изложенного в соответствии такой-то, вам необходимо обратиться в суд заявление о восстановлении фактов, имеющих юридическое значение в цели существования пенсионных прав, получения необходимой документации. Приставы справку для Лидии Захаровны добыли, а пенсионерка осталась недовольна. В справке только оклад зафиксирован, но нет ни премий, ни, извините, чаевых. Лидия Захаровна, сколько вы в Плёсе проработали? 12,5 лет. А какую пенсию сейчас получаете? Я получаю 7 тысяч, с добавкой, 700 с чем-то рублей. А если бы справку предоставили? Больше бы получала. А сколько? Ну, тысяч 15 я всё получала бы, да. Мне даже не хватает на лекарства. Лидия Захаровна сдаваться не захотела и подала в суд на службу судебных приставов. Представьте себе, опять суд оказался на стороне Лидии Захаровны и распорядился выдать ей другую справку. Вот только судебные приставы в этот раз не смогли исполнить решение суда, потому что кафе Плёс к этому времени уже было ликвидировано, а архив с документами уничтожен. Неоднократно весело Лидия Захаровна обращалась в госорганы, в управление службы судебных приставов по поводу того, что не устраивает момент прекращения исполнительного производства. Но, к сожалению, служба судебных приставов и справить данную ситуацию ликвидированная организация не может. И поэтому предоставить справку о размере зарплаты за такой период времени, 1986 года, мы тоже не можем. Теперь Лидия Захаровна судится со службой судебных приставов. А суд уже не на её стороне. Потому что считает, что приставы исполнили решение первого суда. А если Лидию Захаровну интересовал не чистый оклад, а расширенный заработок, то сразу и нужно было правильное требование в суде заявлять. Меня на приём не допускают. Уходите отсюда, а то у вас охрана выкинем. А я ей говорю, зачем грубость такую меня приявляете? Я пожилой человек. Лидии Захаровне больше 70 лет. Но это не помешало ей обратиться в нашу программу. И она всем советует бороться за свои трудовые права. Человек 50 работала. И все стали вместе. И вот я одна из коллектива взялась за это дело. Я говорю, девочки, давайте вместе обоюдно. Что? Говорю, я одна взялась. Они, ой, у меня спина, у меня туда. Но я чувствую, что уже они не хотят. Я плюнула на них и пошла сама по себе. Но я вам скажу прямо, я как боролась, так бороться буду до конца моей жизни. Потому что я хочу тоже нормально жить, получать, как все, нормальную пенсию. Многие люди не знают, что делать после суда. Им говорят, что они должны сами брать решения из суда и приносить их судебным приставам. Здесь два пути законодатель определил. Первый, когда вступило решение в законную силу, если оно не обжаловано, если не отправили на новое рассмотрение, вот оно вступило в законную силу. Тогда по заявлению ИСА суд может сам направить в службу судебных приставов. Или выдать ему на руки, он сам предъявляет его к исполнению. Получив исполнительный лист, ИС-тец может сам направить до 25 тысяч рублей в банк, если он знает, что у него есть счеты у должника, есть такая норма в законе. Не службу приставов привлекать. То есть, если у нас какие-то были взаимоотношения, я знаю, что у вас есть счет в банке, я получив исполнительный лист, не включаю службу судебных приставов к этому исполнению, направляю в банк, и банк спишет. Это будет быстрее. Я думаю, в этой ситуации нет смысла обращаться в службу приставов. Но если в банке нет счетов, ответ будет банка таков, тогда надо службу принести, и мы уже будем работать по той схеме, о которой я говорил выше. Вот когда должник сбегает, и его нужно разыскать, то вы вместе с милицией его разыскиваете? И появились ли какие-нибудь новые методы розыска должника? Розыскное дело возбуждается, конечно же, в нашей службе. Есть специальные подготовленные судебные приставы по осуществлению исполнительского розыска. Они заводят розыскное дело. Сначала приставы исполнитель проводят определенный круг мероприятий по установлению имущества должника. Если они не привели к успеху, возбуждается розыскное дело. Розыскное перечень полномочий у судебного пристава по розыску гораздо шире. Более того, он работает более точно, ведь количество исполнительных производств и розыскных дел сотни раз разнятся. Но он сыщик, как сыщик, он ищет эту должника. Мы не субъекты оперативно-розыскной деятельности, но у нас есть ряд полномочий взаимодействовать и с органами внутренних дел, по использованию информации с частными агентствами мы можем работать, также получая информацию и так далее. То есть у него полномочий больше, чем у судебного пристава. И, конечно же, массивы данных полиции мы используем, потому что, наверное, это самая большая база, которая сегодня имеется в России. Это ведь паспортная служба, лицензионная решительная система, это же штрафы ГИБДД, это же штрафы иные и так далее и тому подобное. Полномочий, конечно, полиции огромные, мы их с успехом используем. Это наш такой самый, наверное, основной партнер в части розыска. Ну вот, кстати, о работе с людьми. К нам в программу часто жалуются люди. У них приставы списывают со счетов зарплатных карточек, со сберкнижек, там, за долги. И даже у пенсионеров списывают. И вот слишком большая сумма списывается, больше 50%. Такое случается? Такое не может случиться. Почему? Потому что если мы направляем постановление об удержании заработка должника, например, в пенсионный фонд, мы всегда устанавливаем 50%, больше мы не можем установить. Там только по ряду дел, их всего 4 категории, когда возможно до 70%. Другой вопрос. Мы, установив пенсию, списываем 50% и устанавливаем счет в банке, куда, возможно, поступляют эти оставшиеся пенсионные деньги. Но на этот счет могут поступить деньги с любых других источников. Это могут быть дивиденды какие-то, ну все что угодно. Но пристав не видит этот счет, он же для него обезличен. Но к нам обращаются должники и говорят, что у меня там деньги только с пенсии. Естественно, мы снимаем этот арест. Но другой вопрос бывает так, что у нескольких счетов, у должника, конечно же, мы арестовываем сумму, равную долгу. Мы не полностью обеспечиваем, мы только то, что необходимо взыскать. Например, 5 тысяч рублей. И банк уже арестовывает, если там 2 тысячи, там 3 тысячи. И, соответственно, нас информирует. Ошибки, наверное, бывают определенные, связанные с тем, что... Но если к вам обратиться, то вы справитесь. Здесь вопрос решается однозначно. Если к нам должник обращается и нам показывают документы, что, например, на этот счет поступают детские, опекунские пособия, выплаты связанные с Чернобыльской аварией, афганские деньги, конечно же, мы снимаем, потому что они находятся под иммунитетом. Другой вопрос, мы ведь не знаем, что за счет. И, как правило, мы даем 5 дней стороне для того, чтобы они нас известили. И когда деньги на депозите, мы в течение двух дней возвращаем их обратно. Вот такие же недоразумения с ГИБДД, когда выписывают штрафы, да? То штраф уже заплачен, а все равно судебные приставы присылают. Часто такое бывает? Бывает. Но я могу сказать, что сегодня этот вопрос, видимо, снят. Конечно же, ситуация тоже бывает и по штрафам ГИБДД, потому что сегодня, к сожалению, система ГИСГМП, которая должна аккумулировать все платежи, которые прошли по тем или иным штрафам, в одном месте, и ГИБДД или иной адам орган они должны видеть. Сегодня, к сожалению, этого не видят. И исполнительные документы к нам поступают. Мы ведь не имеем информацию, мы имеем одно, что есть постановление, есть отметка органа, например, ГИБДД, что штраф не оплачен. Поэтому пристав предполагает, что штраф, естественно, не оплачен, возбуждает производство и начинает взыскание. Но когда нам должник предъявляет квитанцию, что штраф оплачен, мы, конечно, принимаем к исполнению и, соответственно, отменяем постановление возбуждений. В том случае, если мы долг уже списали со счета, мы, как правило, 5 дней ждем, потому что должники сами приходят и показывают документы, и тут же идет возврат денег. Здесь момент, конечно, есть такой определенный, но я могу сказать, что на сегодняшний день уже, по крайней мере, ГИБДД сделала хорошую, такую четкую систему идентификации должников. Мы имеем там в постановлении уникальный инвестиционный номер, который, как правило, 20, по-моему, 2 цифры, и заплатив в Бирбанке или в каком-то банкомате свой долг, этот номер идентифицирует должника, и уже таких нароссетчик не будет. То есть вот те жалобы, которые были, они породили нас всех к тому, чтобы систему наладить, и я думаю, что в будущем этой проблемы уже не будет. У вас обновился сайт. Расскажите нам о преимуществах этого сайта, и насколько это удобнее теперь будет с вами общаться. Вы знаете, это вообще уникальная система, вот это то, что мы создали. Такой нет ни в одной стране мира. И, кстати, могу сказать, что инициатором вот этого создания этого сайта, вообще решения этого вопроса были вы журналисты. Потому что вы власть, вы четвертая власть. Вы тоже можете говорить о тех моментах, которые нужны нашим жителям. Потому что лет 5 назад, когда мы разговаривали, вот как узнать, где долги, как оплатить, почему мы не знаем. Человек может не знать и попадает в эту, скажем так, проблему принудительного исполнения. Сегодня сайт создан. В любой стране мира можно зайти на этот сайт, узнать о своих долгах, узнать о долгах своих близких, если есть необходимость. И оплатить, не выходя из кабинета. Потому что сервисов при огромном мужестве. Вебмани, Яндекс.Деньги, мобильные деньги. Вот все сервисы, которые сегодня позволяют оплатить дистанционно, они работают. Если человеку не нравится так платить, необходимую квитанцию, он может распечатать квитанцию со всеми этими двадцатизначными цифрами и пойти оплатить в банк. Но самое главное, что сегодня на все смартфоны, которые на базе Windows Phone, Android, на iPhone, можно установить бесплатное приложение. Бесплатное приложение в магазинах, соответствующих набрав ФССП. Установив это приложение, а можно установить на десять человек, вы всегда будете в курсе событий. Если будет возбуждено исполнительное производство в отношении вас или тех, кого вы подписали, придет СМС-оведомление. Какой долг, по какому делу, кто пристав, адрес этого подразделения, какой телефон. И вот разве с такими сервисами возможно попасть в неприятную ситуацию, связанную с выездом за границу, или какими-то иными проблемами? Сегодня создано все. Поэтому пусть все сегодня используют этот сервис, подписываются на соответствующую подписку. Более того, на классике ВКонтакте тоже можно подписаться. И только зайдя на свою страницу, будешь видеть, что у вас появился какой-то долг. То есть сегодня условия для того, чтобы узнать о долгах и оплатить, созданы все. И наша с вами задача довести, наверное, до сознания каждого гражданина, прежде всего, в нашей Нижегородской области, что если в свое время заходить на сайт службы приставов, оплачивать долги, никакие проблемы принудительного исполнения вас не коснутся. По статистике, сегодня не исполняется каждое второе решение суда. И это очень печально, потому что, как правило, истцом потрачено много сил, времени и нервов для того, чтобы добиться справедливого решения. А на стадии исполнения решения процесс буксует. Так или иначе, но проблема с исполнением решения судов стоит в нашем государстве сейчас очень остро. У нас на Фейсбуке и ВКонтакте есть своя страница. Заходите, общайтесь, рассказывайте историю. Я с вами прощаюсь. А впереди у нас прогноз неприятностей. Здравствуйте. На этой неделе позитивный аспект Юпитера зависнет в зоне негативного напряжения Урана, а ветер перемен будет дуть в сторону снижения благосостояния всех знаков зодиакального круга. Ветром в первую очередь надует продавцам алкогольной продукции. Уже в ближайшее время могут остановиться поставки иностранного алкоголя в Россию. Это связано с тем, что акцизные марки старого образца в большом дефиците, а новые еще не напечатаны. Буйствующие планеты ведут атаку на представителей бизнеса в сфере сотовой связи. Благодаря новому закону, который обяжет мобильных операторов хранить разговоры и переписку абонентов в течение полугода, расходы компаний вырастут в десятки раз. Повышение стоимости услуг мобильной связи не избежать. В этот финансово неблагоприятный период у судебных приставов появится новый инструмент для взыскания долгов с авансовых платежей, которые абоненты делают сотовым оператором. Следите за звездами. Куда они, туда и мы. Всем удачи! КОНЕЦ 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 КОНЕЦ